Анекдоты. Ежедневная смехотерапия. Мам, а ты знаешь, сколько зубной пасты в большом тюбике? Нет, зайка, не знаю. От ванной комнаты через всю прихожую вокруг дивана и обратно. Около пятисот тысяч слов в русском языке. Двадцать тысяч прибавляется ежегодно. Парикмахер все равно стрижет тебя не так, как ты объяснил. Радостный студент выскакивает из-за стола и бежит к выходу. Сдал! Постойте! — кричит профессор, указывая на зачетку. Надо же отметить! Вечером отметим! — доносится из-за двери. Черепашки-ниндзя нападали вчетвером на одного, потому что у них тренер был крыса. Пап, что такое делегирование полномочий? Спроси у мамы. Смотри, это видео о том, как я провожу свой день. Но это же фотка, где ты лежишь на диване. Это видео! На телефонные звонки с просьбой позвать кого-то из родителей в их отсутствие мальчик сына папы-адвоката и мамы судмедэксперта отвечал. Их нет дома. А где они? Папа в тюрьме, а мама в морге. Телефонный разговор. Отдел по расследованию убийств. Алло! Это старший сержант Кузнецов. Тут со мной еще сержант Мартынов. Что у вас? Похоже, убийство. Что значит «похоже»? Докладывайте толком. «Мужчина, 38 лет. Мать его ударила ножом несколько раз после того, как он прошел по мокрому, только что помытому полу. Вы ее задержали?» «Не, пол еще мокрый». Как кроты ориентируются под землей? Куда им копать? У них слух хороший. Они слышат, где растет морковка. А нафиг им морковка? Для зрения полезно. На экзамене студент Сидоров неожиданно для себя вытянул военный билет. Прапорщик командует на плацу. «Рядовой Иваненко! Левую ногу поднять! Правую руку вперед! Шаг в яму! Рядовой Петренк! Руки в стороны! Голову на бок! Шаг в яму!» Это замечает проходящий мимо майор. «Товарищ прапорщик! В роте никакой дисциплины, а вы тут в тетрис играете! Слушай, у меня к тебе, как к студенту, живущему уже четвертый год в общаге, есть вопрос. Закипит, кидай, всплывут, вынимай!» «Спасибо! Вас сегодня просто не узнать. Что, хорошо выгляжу? Не в этом дело. Вы кто?» «Чем лучше запивать блюдо мексиканской кухни? Текилой, а блюдо немецкой кухни? Пивом, а блюдо итальянской кухни? Вином, а русскую кухню?» «На русскую кухню не запивать надо, а закусывать!» «Откройте! Полиция! А зачем вы там закрылись?» «У вас занятия во сколько начинаются?» «По-разному. Говорят, даже утром в 8.30 есть». Гадания на 1 января, 7 января, 14 января. Присмотритесь внимательно, в каком блюде вы проснулись. Первое. В Оливье. Год пройдет спокойно и традиционно. Второе. В Мимозе. Год обещает новые знакомства. Скорее всего, 8 марта. Третье. В селедке под шубой. Год не предвещает ничего хорошего. Вам все-таки придется купить в этом году жене шубу. Четвертое. В салате с крабовыми палочками. Вас ожидает бурный курортный роман. Пятый. В Цезаре с курицей. Назначат начальником отдела в конторе. Шестое. В Цезаре с креветками. Станете капитаном дальнего плавания. Седьмое. В соленых грибах или огурчиках. Вас еще год будут мариновать на старой должности без увеличения зарплаты. Восьмое. В горячих закусках. Вы крепкий чувак. Девятое. В торте. К поездке в Прагу. Если вы промахнулись и никуда не попали, год будет непредсказуемым. Мама, мама, елка горит. Сынок, не горит, а сияет. Мама, мама, шторы сияют. Как сказала бы кровь здорового человека, пора сворачиваться. Босс возвращается из командировки. Секретарша докладывает. У меня две новости. Плохая и хорошая. С какой начать? Давай с плохой. Налоговая арестовала счета. Последний контракт оказался липовым. Жена вам изменила с управляющим и требует раздела имущества. Рэкетиры за долги захватили вашу квартиру. Да. Ладно, давай хорошую. У нас будет ребенок, милый. Когда я была маленькой, я мечтала, что однажды меня заберет прекрасный принц куда-нибудь далеко-далеко. Теперь об этом мечтает мой муж. Посоветуй, что купить жене на день рождения. А не проще ли тебе спросить у нее? Нет, таких денег у меня нет. Доченька, ну почему ты не хочешь за него замуж? Мам, ну он рыжий. Тут отец с дивана. Это ж ерунда. Год жизни с тобой, и он будет седым. Привет. Как жизнь у тебя? Жизнь у меня хорошая, даже с элементом роскоши. Это как? Каждый день новый пакетик чая. На медкомиссии в военкомате. Доктор, у меня вот здесь болит. И здесь, и здесь. Сюда. Сам дошел. Сам. Значит, годен. Следующий. Милый, представляешь, только что проходила мимо детей, а они вызывают демона. Жуть! А тебя не смущает, что в этот момент появилась именно ты? Пока я брился в ванной, жена у меня что-то спросила, сама себе ответила, сама с собой поругалась, и из ванны я вышел разведенным человеком. Идет муравей и ведет за собой слона на поводке. У слона к спине и животу привязана по буханке хлеба. Муравья спрашивают. Ты куда собрался? В кругосветное путешествие. А слон зачем? А это мой бутерброд. Профессор, устав вытягивать студента на тройку, говорит. Ну ладно. Скажи, по какому предмету читались лекции? Студент молчит. Так. Скажи хоть, кто читал лекции? Студент молчит. Наводящий вопрос. Ты или я? Приехал из Москвы домой китаец. Как в Москве? Хорошо. Народу мало. Метро всегда полупустое. Наше акционерное общество ищет кассира. Но вы ж взяли одного месяц назад. Вот его-то мы и ищем. Поймал царь англичанина, француза и русского, и сказал, что даст им задание. А кто лучше всех его выполнит, тому дочь в жены и полцарства в придачу. Задание такое. Посадил он их на месяц в камеру и дал мешок сухарей и овчарку. Кто больше всех овчарку чему-либо научит, тот и победил. Проходит месяц. Выходит тощий англичанин и упитанная овчарка. Царь. Ну, чему научил? Сидеть, лежать. Выходит среднего телосложения немец и такая же овчарка. Он научил ее сидеть, лежать, голос и опорт. Выходит упитанный русский и тощая собака. Царь просит продемонстрировать. Русский. Голос. Собака, жалобно заглядывая в глаза. Вань, дай сухарик, а? Идет экзамен. Профессор. На борту самолета 500 кирпичей. Один кирпич выпал из самолета. Сколько кирпичей осталось на борту? Студент. Ну, это легко, 499. Профессор. Правильно. Следующий вопрос. Как положить слона в холодильник за три шага? Студент. Первый – открыть холодильник. Второй – положить туда слона. Третий – закрыть холодильник. Профессор. Хорошо. Как положить оленя в холодильник за четыре шага? Студент. Первый – открыть холодильник. Второй – вытащить слона. Третий – положить оленя. Четвертый – закрыть холодильник. — Профессор. — Отлично. Следующий вопрос. У царя зверей и льва день рождения. Пришли все животные, кроме одного. — Почему? — Студент. — Потому что олень все еще в холодильнике. — Профессор. — Великолепно. Далее. — Может ли бабуля пройти через болото с крокодилами? — Студент. — Конечно, может. Ведь все крокодилы на дне рождения левы. — Профессор. — Хорошо. А теперь последний вопрос. Бабуля прошла через пустое болото, но все равно умерла. Что с ней случилось? — Студент. — Она утонула? — Профессор. — А вот и нет. На нее упал кирпич, который выпал из самолета. На пересдачу. Пятачок приходит к Винни-Пуху. На нем надета медицинская маска. — Винни, Винни, что с тобой? — Со мной все хорошо. А вот к тебе, свинья, есть пара вопросов. Подходит мужик к воротам своего соседа и стучится. Стучит долго, но никто не отвечает. Стучит еще сильнее. К воротам тихо подходит собака и говорит. — Мужик, не стучи. Никого дома нет. Мужик падает в обморок. После пришел в себя, смотрит на собаку и говорит. — Ты чего, собака, гавкать не умеешь? Собака отвечает. — Умею, но не хотела тебя пугать. В троллейбусе пожилая женщина пытается уступить место очень худому молодому человеку. — Присаживайся, бедненький. Ты что ж худой такой? Болеешь, что ли? — Нет, спасибо, студент я. Ну давай хоть плащ твой подержу. — Это не плащ. Это мой друг Коля. В университете на лекции по психологии. Профессор. Сегодня мы изучим на примере три исходные стадии психики человека. Удивление, раздражение и гнев. Профессор берет телефон и набирает первый попавшийся номер. — Здравствуйте, а Васю можно? А здесь такой не живет. — Вот, — улыбается профессор. Это легкое удивление. Затем набирает номер снова. — Здравствуйте, а Вася не подошел? — Да нет тут таких. Потирая руки, профессор заговорщически подмигивает аудитории и третий раз набирает номер. — А Васи нет? — Да пошел ты! — заорали в трубку. Что ж, надеюсь, пример понятен. С первой парты встает студент. — Простите, профессор, но вы забыли четвертую стадию. — Это какую же? Стадию шока? Студент подходит к кафедре и набирает номер. — Добрый день, это Вася. Мне никто не звонил.